хорошего вот ребятки вот так вот стою записываю видео идет невидимый снежок засыпает машины снегом я не знаю выпущу это когда-нибудь видео или нет но конечно вот эта новость что-то как-то меня прям совсем вот только сегодня я прочитал о том что борис грачевский идет на поправку и мы не скидывают в инстаграм новость о том что его не стало для меня конечно это шок потому что буквально сегодня я смотрел прямой эфир с андреем малаховым про цивина и дружину и как раз таки показывали фрагмент про бориса грачевского и малахов сказал что грачевский сейчас находится в тяжелом состоянии цивина очень плохо назвала бориса грачевского она не очень хорошо на нем а о нем отозвалась и цивин тоже в общем ну такие не очень хорошие люди и вообще вы знаете посмотрев передачу прямой на прямой эфир сегодня вот была передача и завтра будет продолжение я вот иногда смотрю вот из-за них чем дело все кончится и вы знаете такой балаган устраивать все кричат кто-то заступается за семью баталовых кто-то заступается наоборот за цивину и задрожину и цивина я путаю их все время постоянно на передачу приглашают старостину елену ну может быть кто-то знает ведущая такая елена старостина она вместе с ханга из данной борисовой вели принцип домино ужасная женщина вот просто кричит всех перебивает правильно я сегодня андрей малахов сказал что лена у тебя в комментариях под нашим видео люди больше даже не за цивину и задрожину топит а за тебя что-то мол как старая бабка кричишь и постоянно выкрикиваешь но она ужасно себя ведет если что-то напишешь из плохого в инстаграм ну или там просто сделающее замечание то она тебя тоже может заблокировать то есть ужасная женщина и все пишут что не приглашайте ее она все равно приходит все равно кричит заступается за цивина и дрожжину в общем ужасно просто не знаю может ей платят за это хотя вряд ли судя по сегодняшнему выражению дрожжиной она сама по моему была в шоке что так я кричит и заступается но я не об этом я хочу сказать о том что кто-то плохо воспринимал под конец грачевского потому что говорили вот он меняет молодых жен как перчатки это неважно абсолютно жалко жалко то что только родился ребеночек вот это жалко то же самое и у виторганов которые родили ребенка они уже тоже пожилые и ужасно то что маленькие дети рождаются когда родители пожилые и они потом становятся сиротами но у него молодая жена екатерина белоцерковская ну она ребенка соответственно вы воспитает вырастет я думаю что денег хватит на это на все я никогда никого не осуждал я считаю что это неправильно каждый живет так как он хочет так как ему нравится абсолютно единственное что я конечно хочу сказать что яролаж это наше все и вот буквально сегодня я читал в комментариях вы ребята извините я шепотом говорю потому что мне все спят вот только сегодня читал в комментариях какой-то придурочный писал что как можно вообще смотреть яролаж тупые шутки непонятный юмор какое это ваше детство вы что все с дуба ухнули а ему написали кто-то я ему хотел написать но кто-то до меня успел написал как видимо таким тупым как ты это не дано не знаю я всегда смотрел яролаж и сейчас даже когда по телевизору включая если вижу яролаж я всегда смотрю ну еще помню когда были кастинги я хотел своего племяшек туда отправить тоже на пробу ну и очень короче говоря вот так вот жалко жалко это болячка всех косит очень много очень хороших людей пострадало от этого ну вот видите все время ходил везде в маске в перчатках передачи ты не поверишь по нтв по телеканалу нтв он давал интервью он был в масках и перчатках он говорил что мы соблюдаем все ну значит вот эти вот по коронавирусу все что маски перчатки ведь мы все это соблюдаем там дистанцию держим но как видите ребята это не помогло поэтому еще раз доказательство того что ни маски ни перчатки к сожалению не работают потому что все те кто их носит но у грачевского еще говорят что рак был поэтому тоже может быть еще спровоцировала вот это все конечно тут в первую очередь у кого какие заболевания если есть тяжелые заболевания то конечно же дает такой рецидив и это еще только ухудшает поэтому здесь абсолютно неважно маски в или в перчатках или без них главное какой у вас иммунитет и какое здоровье поэтому самое главное это мытью рук и обработка поверхности это самое главное а маски перчатки здесь ни к чему абсолютно это даже еще может быть хуже потому что при длительном ношении масок и перчаток портится иммунитет нет никакого иммунитета вообще и это еще даже хуже что ребята дорогие мои берегите себя будьте здоровы как-то ну если вы видите да что рядом стоит человек который чихает кашляет но отойдите от него конечно подальше вот потому что больной человек должен быть в маске здоровый вес но все равно вот как-то в сторону держаться я уже не знаю ребята как это все что это и как это это наверное как каждому судьба какая-то уготована и от нее уже никуда не скроешься но все равно берегите себя будьте здоровы и дай бог конечно чтобы эта болячка поскорее ушла не забирала таких людей да вообще любых людей а борису грачевскому конечно светлая память помним любим всегда будем смотреть и ралаш не знаю будет ли продолжаться вести этот кино журнал может быть кто-то будет продолжать я не знаю но это все будет в дальнейшем так что светлая память спасибо большое за прекрасный киножурнал и ралаш ну а вам ребята еще раз всем крепкого крепкого здоровья это все будет в дальнейшем у меня это все будет в дальнейшем это все будет в дальнейшем и